Остаточная стоимость по всем трем автомобилям на сегодняшний момент является нулевой. Если необходимо, имеются инвентаризационные карточки. Общая стоимость имущества, ориентировочная стоимость денежных средств, которые мы планируем путем продажи данного имущества принести в бюджет, это 233 тысяч. Она складывается из стоимости оценочной двух автобусов ПАЗ по 71 тысячи и приблизительной стоимости 100 тысяч рублей. Согласно данной марке автомобиля, взятой с Авито, порядка 100 тысяч. То есть получается 242 тысячи рублей. С учетом суммы, которая необходимо будет затрачена для проведения оценки на автомобиль ГАЗ-2217, соответственно сумма, которую мы принесем в бюджет, снижается до 233. По вопросу сразу скажу, что по состоянию на 1 января 2020 года балансовая стоимость каждого предлагаемого приоритетизации движимого имущества составляет 0 рублей, согласно постановлению правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года номер 1 о классификации стандартных средств, включаемых в амортизационные группы, определяется, что предполагаемые к продаже транспортные средства относятся к третьей группе, то есть имущество сроком полезного использования свыше от 3 до 5 лет включительно. Таким образом, уж указаны транспортные средства, сроком амортизации и стек. По вопросу целесообразности работы и проведения ремонта автомобиля ГАЗЕЛЬ, имеется акт осмотра транспортного средства от 2 декабря 2020 года. Согласно вывода комиссии, автомобиль не пригоден к эксплуатации и не эксплуатируется с января 2020 года. Конкретно в ходе осмотра транспортного средства в неисправном состоянии находится поврежден коррозия салона автомобиля, неисправное рулевое управление, неисправлен двигатель внутреннего сгорания автомобиля. Конкретно в ходе осмотра разako ejecuтования и дуning, 11.